Врачи ей достаточно в грубой форме говорили, что она не выживет. Говорили ей, что ей надо прощаться со своей семьей, с детьми. У нее там трое детей, вот третий маленький ребенок с мужем готовится к тому, что она уйдет. Ну, важно отметить, что для меня в этой программе важны не только герои, не только их история, но и контакт с Дарьей. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Лушакова, и наша программа «Онкофакты». Прежде чем начать этот выпуск, я хочу вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете наш канал. Подписывайтесь, ставите лайки, комментируйте. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Итак, к выпуску. Вы знаете, люди, которые довольно часто сталкиваются с онкопациентами, слышат их истории, начинают меняться сами. Ну, они по-другому относятся к каким-то бытовым проблемам. Они внимательно относятся к своему здоровью. И что самое важное, при слове «рак» у них не возникает того ужаса, который я часто вижу в глазах просто обычных людей, которые никогда не сталкивались с онкопациентами. Итак, наша гостья Анжелика Амарова, редактор программы «Я очень хочу жить» с Дарьей Донцовой на телеканале «Спас». Анжелика, здравствуй! Здравствуй, Ольга! Это так непривычно, с одной стороны, видеть тебя, зная твою сферу деятельности в этом кресле. Но тем не менее... Мне самой очень непривычно и как-то даже некомфортно. То-то что сейчас исправим. Расскажи немного о себе, нашим зрителям. Чем ты занимаешься, кто по профессии? Ну, расскажу очень вкратце. По первому образованию я юрист. Некоторое время поработала юристом, но там себя не нашла. И решила пойти в сферу журналистики. Отучилась в школе телевидения. И вот спустя какое-то время попала на телеканал «Спас». Это было три года назад. Вот в апреле ровно три года, как я работаю на «Спасе». И буквально с самого начала меня направили на работу на проект Дарьи Донцовой. «Я очень хочу жить» программа называется. Наверное, многие о ней слышали, знают. И с тех пор, собственно, я работаю на этой программе. И очень-очень счастлива. Эта программа мне многое дает за все эти годы. Я очень многое поняла для себя. Ты до того, как пришла в этот проект Дарьи Донцовой, ты сталкивалась с онкопациентами? Скажу честно, нет. Не сталкивалась вот так, чтобы среди близких людей или среди друзей нет. У меня такого не было. О раке что-то знала? Ну, не сталкивалась, но что-то о раке слышала или знала? Знала и относилась к этой болезни с большим страхом. Как, наверное, и многие люди, которые не сталкивались с онкопациентами. Я думала, что это смертельное заболевание практически в 90% случаев. Ну, мне так казалось на тот момент. Потому что я практически ничего об этом не знала. Только видела, может быть, в каких-то фильмах американских. Знаете, помните, помнишь, фильм «Мачеха» был такой с Джулией Робертс. Вот тогда я впервые, это в детстве еще было, я узнала о таком заболевании, что есть такая болезнь, рак. И почему-то я думала, что эта болезнь априори смертельная. Но когда я знала, что Дарья Донцова болела раком, я об этом слышала, но достаточно мало тоже знала об ее истории. Но потом, конечно, когда начала с ней работать, прочитала о ней многое, посмотрела интервью, узнала все, что она пережила. У нее была четвертая стадия, как она справилась с этим тяжелым заболеванием. И потихоньку, начиная работать на этой программе, я поняла, что мои прошлые представления были ошибочными. Преувеличены. Преувеличенными. Страх. И да, зачастую ошибочными тоже, в том числе. Ну, а какие ошибки? Вот в чем прям такие яркие, ну, пару ошибочных мнений? Ну, самое яркое, наверное, это то, что мне казалось, что эта болезнь практически неизлечима. Потому что, ну, мне казалось, что вот химиотерапия делается для того, чтобы как-то продлить жизнь пациенту, но на какие-то там пару лет, допустим, да. Я могу, конечно, говорить, может быть, абсолютно глупые сейчас вещи, но тогда мне так казалось, потому что я с этим не сталкивалась, и об этом почти ничего не знала. Вот. Ну, в обществе существует ведь канцерофобия. И я, наверное, тоже была человеком, у которого была эта канцерофобия. Вот. Наверное, вот это самая такая яркая ошибка. Ну, то, что рак – это смертный приговор. Да, да. Именно так я думаю. Как многие считают. Да. Ну, и вот за такой продолжительный период времени общения с онкопациентами что сейчас думаешь о раке? Сейчас, конечно, мое мнение кардинально изменилось. Ну, во-первых, общение с онкопациентами мне очень много дало, как я уже сказала. Я поняла, насколько это сильные и мужественные люди, которые, сталкиваясь с такими проблемами, не опускают руки. Наверное, я поняла еще, что в лечении онкологических заболеваний очень важно иметь правильный настрой. То есть я раньше никогда об этом не задумывалась. Вообще в лечении любой болезни тяжелой, ведь правильный настрой пациента очень важен. Что от психологического настроя зависит много. А раньше я думала, что там все зависит от врачей, от правильного лечения, от медикаментов. Только на этом все завязано. Вот. А смотря на онкопациентов, я поняла, что вот те, кто настроен на жизнь, настроен на то, что он поправится, то, что в любом случае он преодолеет все, что выпало на его долю, либо, если это какие-то тяжелые случаи, их жизнь достаточно на долгий период продлевается. Я видела такие случаи, были такие герои у нас на программе. Либо они входят в долгосрочную ремиссию и, слава богу, забывают об этом диагнозе. И живут обычной жизнью. Да, живут обычной жизнью. Анжелика, а характер у тебя за вот этот период времени изменился? Или что-то появилось вот в твоей жизни новое, вот новые взгляды на жизнь? Появились. Я стала больше ценить жизнь, скажу честно, потому что я раньше не задумывалась, с какими трудностями сталкиваются люди, у которых проблемы со здоровьем, такие тяжелые заболевания, как онкологические. Просто в программе я очень хочу жить помимо онкологических заболеваний еще и другие есть. Там инвалиды к нам приходят, то есть люди с ограниченными возможностями. Чего только я не повидала, я поняла, насколько я все-таки не ценила то, что я здорова, то, что я могу ходить, видеть, слышать, говорить. Ну, в общем, да. Понимаешь, о чем я. А как ты вот профилактикой какой-то занимаешься, там, обследование или здоровый образ жизни, здоровое питание, что-то в образе жизни изменилось? В образе жизни изменилось. Я, ну, я не буду это завязывать, наверное, с программой, но все-таки я абсолютно поменял свое питание. Я стала веганом. Не хочу это пропагандировать, потому что, когда об этом говоришь, почему-то все это воспринимают как какую-то пропаганду. Ну, здоровые люди, это выбор каждого. В общем, ну, я всегда хотела к этому прийти, к этому питанию. Просто в детстве как-то всегда меня заставляли есть мясо, потому что так все ели, так было принято, врачи так говорили. Вот. Ну, сейчас я поняла, что мне комфортно на растительном питании. Я кардинально изменила образ жизни в этом плане. Перестала есть какие-то вредные продукты, там, ну, я не знаю, исключила там всякие чипсы и так далее. Вот, это все я не употребляю. Такие газировки там. Ну, да, да, да. Ну, и вообще в целом смотрю на свое питание достаточно так строго сейчас. Спорт, обследование. Спорт, да, я в плане спорта, я человек ленивый, у меня такие перепады, знаете. Знаешь, я иногда начинаю заниматься спортом, могу так месяца два продержаться, потом, так как я человек неорганизованный, к сожалению, я с этого слетаю и опять начинаю лениться. Но спорта стало гораздо больше в моей жизни, чем три года назад, условно. Я поняла, что, конечно, надо, надо за собой следить, следить за здоровьем, следить за своим внутренним состоянием, в том числе, потому что... Обследование. Обследование не так часто, как хотелось бы, к сожалению, я в этом плане, опять же, неорганизованный человек. Да, раз в год, да. Я стала больше задумываться над своим внутренним состоянием, я себя стараюсь не грузить какими-то негативными эмоциями, потому что я понимаю, что болезни в том числе, они ведь зависят, ну, их появление и от внутреннего твоего настроя. Стрессы. Психосоматика тоже имеет место быть. Стрессы. Ну, так как я работаю на телевизоре, стрессы все-таки присутствуют в моей жизни, но... Ну, ты же поменяла отношения к вот этим? Ну, я, по крайней мере, стараюсь. Иногда я, конечно, нервничаю, срываюсь, но стараюсь держать себя в руках в этом плане. Да, вернемся тогда вот к программе. Есть пациенты, которые, ну, пациенты-гости программы, которые тебе очень сильно запомнились? Ну, мы уже сняли больше ста выпусков. Конечно, много было людей, которые мне очень сильно запомнились. И если говорить именно об онкологических больных, я не хочу называть какие-то конкретные имена. Я, конечно, выделю их, но для меня каждый гость этой программы, герой, герой именно не как герой программы, а герой как героический человек. Да, и все они, я когда, ну, я за кадром сижу и слушаю их истории, и они все у меня вызывают восхищение. Я не могу, наверное, опустить ни одного героя и сказать, что там его история меня не тронула. Из каждой истории я что-то черпаю для себя и понимаю, насколько мне повезло вот быть среди таких людей, встречать их и общаться с ними. Но, наверное, я могу выделить среди героев тех, кто помимо того, что занимается своим выздоровлением, еще и успевает помогать при этом другим. В первую очередь я хочу выделить тебя, правда, я восхищаюсь тобой. Спасибо. Всей твоей работой и общественной деятельностью. Это не каждый человек может. Потом хочу сказать о Юлии Ромейко. Она сама не онко-воздоравливающая, не онко-больная. Слава богу, что она здорова, но она очень много делает для детей, которые столкнулись с этим диагнозом для их семей. Вот в том числе, наверное, многие знают, она создала благотворительный фонд. Вот сейчас открылся Добрый дом год назад уже практически. И вот вся ее деятельность, конечно... Она вызывает уважение, восхищение. Вызывает невероятное. Такие люди, да. Я даже не знаю, как их описать словами. Мы надеемся увидеть Юлию Ромейко в нашей студии тоже. Я думаю, она с удовольствием придет. А были моменты, когда ты слушала чьи-то истории и хотелось плакать или расплакалась? Вот что? Были такие моменты. Были... Опять же, мне надо назвать имена. Хочешь называй, хочешь нет. Ну, из совсем таких недавних историй меня очень сильно поразила история Дарьи Афанасьевой. Была такая героиня у нас. У нее был рак шейки матки. Но помимо этого диагноза очень много сопутствующих диагнозов, которые он породил. Его поздняя диагностика этого диагноза породила. И так случилось, что во время беременности она заболела. Да. Ну, во время беременности у нее этот диагноз не нашли. И нашли уже после родов. Но вначале просто она столкнулась с тем, что врачи... Она из Новосибирска. Врачи ей достаточно в грубой форме говорили, что она не выживет. И говорили, что... Я не хочу, конечно, ее цитировать, но... Так если мягко говоря, они говорили ей, что ей надо прощаться со своей семьей, с детьми. У нее там трое детей. Вот третий маленький ребенок с мужем готовится к тому, что она уйдет. Вот. Но она настолько сильный человек, что она ни на секунду вообще даже об этом не думала и как-то нашла в себе силы вот не слушать этих людей, не слушать такие высказывания, как-то их не воспринимать. Я не знаю. Вот я, например, человек очень зависящий от мнения других людей. Когда мне что-то говорят обо мне, ну, если вот, не дай бог, даже вот это связано со здоровьем, я буду об этом думать и внушать себе это, и от самовнушения это со мной произойдет. Опять же, вот психосоматика. Но я восхищаюсь теми людьми, которые умеют, несмотря на все, что им говорят или что, казалось бы, там у них написано в медицинских документах, найти в себе силы продолжать борьбу. Вопреки. Вопреки, да. И практически, ну, каждый герой такой на программе «Я очень хочу жить». Ну, вот просто вспомнила Дарью, потому что она одна из последних героинь. И тогда действительно ее историю, я слушала со слезами на глазах, было просто невероятно. Когда заканчивается программа, ну, вот ты получила эту информацию, эмоции какие-то испытала. Как дальше? Ведь это не просто так, послушивать такие истории, как прийти домой со спокойной душой. Ну, если честно, я думаю об этом очень часто, постоянно. Могу несколько дней отходить от того или иного героя, от той или иной истории. Но, наверное, даже это меня затрагивает на этапе подготовки программы, когда я общаюсь с героем, узнаю его историю, непосредственно вот по телефону с ним общаюсь, он мне рассказывает все, что с ним произошло. Бывает там и по три часа с некоторыми героями мы разговаривали. Вот тогда у меня, кстати, бывали случаи, когда наворачивали слезы после таких разговоров. А что заставляет обратно приходить, раз это вот так трогательно, эмоционально сложно пережить? Что заставляет возвращаться в это? Не было такого всего, больше не могу? Нет. Не было? Не было ни разу. Я обожаю эту программу, и для меня она очень много значит. Я... Вот сейчас мы не снимаем ее некоторое время, в ноябре мы перестали снимать, и мне ее так не хватает. Я прямо чувствую, что как будто бы чего-то такого очень важного в моей жизни не хватает. Ну, важно отметить, что для меня в этой программе важны не только герои, не только их истории, но и контакт с Дарьей. Она для меня просто тоже невероятная, невероятно смелый и сильный человек. Наверное, вот первое знакомство с программой как раз у меня началось именно вот с ее истории, когда я поняла все, что она пережила, и то, что она, несмотря на все эти трудности, казалось бы, наверняка об этом сложно вспоминать, ведь после всего пережитого. Ну, я понимаю, что наверняка об этом сложно потом вспоминать, думать, окунаться в этом. Да, хочется забыть побыстрее. Да, и хочется как-то, наверное, отойти вообще от этой сферы, да, ведь, наверное. Но есть еще и ощущение какого-то такого внутреннего долга. Вот, у Дарьи оно тоже есть, оно просто огромное у нее, это ощущение внутреннего долга. Она очень много делает для онкобольных, для онкопациентов, и для меня важно это видеть, видеть, как она много работает, как она им помогает, как она проводит встречи. Например, вот у нее есть такие не ежемесячные, не ежегодные, ну, раз там в полгода точно они проходят встречи в Мархо-Марининской обители для онкопациентов. Там собирается зал людей, онкопациентов, любых родственников, которые задают ей вопросы. Она каждому отвечает на тот или иной вопрос, в историю каждого вникает, зачастую дает там свой номер телефона, потом помогает им найти врачей. Как это интересно. Да, она... Можно даже, может быть, даже и интересно будет снять наш репортаж онк-тв. Да, да, но вот, к сожалению, из-за пандемии сейчас этих встреч не было. Последний раз она была в феврале. Я как раз в феврале впервые пришла на эту встречу, чтобы найти там себе героев на нашу программу. Вот. И я тогда поразилась. Был полный зал. Мархо-Марининская обитель вот на Пятницкой улице находится. Просто Дарья очень дружит с обителью. Туда часто приезжает. Там детки с различными заболеваниями. Ну, может быть, всегда слышали об этом. И параллельно проводит еще встречи с онкопациентами. Я видела, как многим людям она нужна, и как многие нуждаются вот в этом ее внимании, поддержке, в ее энергии. Энергии в том плане, что она дает такой вот какой-то посыл, внушает в них жажду жизни. Веру. Веру, да. Она умеет это делать, и не каждый человек на это способен, не каждый человек, мне кажется, еще захочет это сделать. У каждого хватит сил. Ну, вот у нее хватает, и для меня, конечно, очень важно это видеть. Меня это восхищает. Ну, приятно находиться рядом с человеком, который тебя мотивирует и вызывает восхищение. Это да. Анжелика, а ты помнишь своего первого героя в программе Дарья? Да, я помню ее. Это была женщина Елена Миранова. У нее был очень сложный вид рака молочной железы с метастазами. Могу ошибиться, но точно в головной мозг и, по-моему, еще в печени у нее были метастазы. Тогда она вот только закончила какое-то лечение, какой-то из видов лечения. Я сейчас не скажу, к сожалению, не забыла. И достаточно неплохо себя чувствовала в тот момент, когда была съемка. Она была очень позитивно настроена, верила в свое исцеление. А ты скажи, пожалуйста, вот когда ты увидела вот этот же первый опыт, вот у тебя первый опыт, первый герой, какие первые ощущения были? Первые ощущения? Что почувствовала? В тот момент еще были ощущения страха, если честно. Да, я тогда еще не до конца это поняла, можно сказать. Если можно так сказать, я была, наверное, зеленая еще. Вот. Я вообще помню хорошо первый день. Мне было страшно еще в том плане, что я тут на этом проекте редактор. Это моя первая работа редактором была. Я была очень напряжена в тот день, напугана. И потом, когда, конечно, я начала слушать историю Елены, я во многом задумалась, поняла, что все-таки с чем только люди не сталкиваются, что только они не преодолевают. И как же важно быть благодарной за все, что ты имеешь. И ценить это. Это вывод у меня, в принципе, он постоянно из программы в программу у меня возникает. Именно этот вывод, потому что, мне кажется, вообще самое важное, наверное, что есть в жизни, это благодарность. Благодарность Богу, высшим силам за то, что ты здоров, за то, что у тебя есть мирное небо над головой, семья. За каждый день вообще важно быть благодарным. Все познаются в сравнении. Да, да, в сравнении. А до этого я об этом не задумывалась. Вот, имея такой богатый опыт общения с онкопациентами, не будучи онкопациентом, не имея никого в близком окружении пациентов, онкопациентов, вот, что ты думаешь по поводу отношения общества к онкологии, к раку? Ну, как обстоит дело вот с этим? Я не знаю, как дело обстояло раньше, потому что я, скажу честно, в это не вникала, когда я была там ребёнком или подростком. Я тогда об этом не задумывалась, к сожалению. Но по тому, что говорит Дарья, я знаю, что всегда в начале нулевых, в 90-е, ну, вот уже в новой России, скажем так, в советское время, опять же, не могу рассказать, что было. Ну, вот, в те годы я знаю, что отношение к онкопациентам всегда было достаточно насторожным. Все боялись их, и даже некоторые, очень многие люди считали, что рак заразен. Да, я в детстве это помню, историю, когда мы боялись одного человека, у которого был рак губы, по-моему. И у меня память в детстве отложилась так, извини, что перебила. Да, да, да. Ну, вот все, очень многие считали, считают, может быть, и сейчас, точнее, не может быть, а считают. Я слышала такие истории, опять же, у нас на программе мы говорили на эту тему, о том, что рак не заразен. Опять же, хочу упомянуть Юлию Рамейко, вот в её благотворительном фонде. Они столкнулись с тем, что, когда они снимали квартиры для онкобольных семей, детей, точнее, онкобольных детей, там... Это известная история. Да, ну, известная история. В этом доме люди думали, что надо этих детей выселить, потому что они опасны, заразны. И даже в лифте, когда там ездили эти дети со своими родителями, они сталкивались с тем, что их соседи, люди, живущие в этом доме, как-то на них косо смотрели, или даже говорили, Блад, вот был такой эпизод, что мама своему ребёнку сказала, когда они ехали в лифте с онкобольным ребёнком, что, ну, не подходи к нему, там, это может быть опасно. То есть даже не постеснялась при них это говорить. Это в первую очередь говорит о том, что наше общество в этом отношении всё-таки невежественно ещё до сих пор остаётся, не все, и большая часть нашего общества, оно всё-таки из-за того, что недостаточной информации считает это, в общем-то, неудачей, неуспехом, заразным или смертным приговором рак. Хотя уже наука не стоит на месте, всё давно поменялось, и тем не менее, поэтому то, что мы с тобой вместе делаем, и ты, и я, это хороший такой вклад в то, чтобы вот развеять ту тьму, в которой некоторые люди пребывают. Мне приятно быть частью этого дела. Да, знание – это свет, а ты со своей программой несёшь знания. Мы с нашим каналом, он говорит, что вы тоже несём знания людям. Что ж. Ну вот опять же хочу сказать насчёт отношения людей к раку. Оно кардинально изменилось, я знаю, в России кардинально изменилось после программы «Пусть говорят», в которой Дарья как раз участвовала ещё до Павленко задолго. Это было, наверное, где-то в середине нулевых приблизительно, могу ошибаться. Дарья говорила как раз об этом, о том, что рак не заразен, о том, что его не надо бояться и не надо так к этим людям относиться. Тогда вот они с Андреем Малаховым эту тему подняли впервые на российском телевидении. Тогда это было озвучено. То есть это была первая программа, с этого момента это перестало быть запретной темой на телевидении. Перестало быть табо, да. И начали говорить. Что ж, давай на вот этой оптимистичной ноте прервём наше общение, только всего лишь прервём, потому что я думаю, что мы с тобой продолжим. У нас может быть много планов общих. С большим удовольствием. Да. И ещё раз поговорить на эту тему, я думаю, у нас возможность будет, и не одна. Вот. Я очень рада нашему знакомству. Спасибо большое за такое искреннее интервью. Спасибо. Я безумно рада. Для меня большая честь вообще быть в кресле гостя, на самом деле, и честь быть частью этого дела. Потому что я, ну опять же повторюсь, раньше я об этом не задумывалась, а сейчас я понимаю, что всё-таки как важна эта деятельность. И мне очень-очень приятно такое ко мне внимание. Я буду очень счастлива продолжать совместную работу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели до конца. В нашей команде ОНКТВ очень приятно видеть, как растут просмотры, как увеличивается количество подписчиков на нашем канале. И мы понимаем, что мы всё, что делаем сейчас для вас, это не зря, что это востребовано. Спасибо вам большое ещё раз за поддержку. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok